МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ и ее ведущий Сергей Волков. С удовольствием хочу представить гостя нашей сегодняшней программы. Заслуженного мастера спорта, полузащитника футбольной команды Самара Спорт Василия Шишова. Здравствуйте, Василий Александрович! Василий Шишов. Заслуженный мастер спорта по боксу. Родился 26 мая 1961 года в Куйбышеве. Чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР. Выступал за вооруженные силы в полусредневесовой категории. Провел 213 боев, 190 одержал победы. Тренировался под руководством заслуженного тренера СССР Виктора Пищева. Закончил факультет физвоспитания Самарского пединститута. Ныне возглавляет кафедру спортивных единоборств Самарского государственного социального педагогического университета и спортклуб университета. Кандидат педагогических наук. Судья международной категории. Атаман Хутора Знаменский. С 1992 года проводит в Самаре престижный мастерский турнир класса А. На призы Василия Шишова. Заслуженный работник физической культуры Самарской области. С апреля 2016 года президент Самарской областной федерации бокса. До этого долгие годы был вице-президентом. Почему так представил, объясню сразу. Потому что мы с тобой много лет играли в одной команде футбольной. И я очень рад, что в свое время вот как раз эта команда была создана для того, чтобы рекламировать наше областное спортивное издание «Самара Спорт». Мне приятно, что в этой команде, это была команда чемпионов, очень здорово помогла в развитии футбола. Но сегодня давай поговорим о боксе все же. Давай. Так и хочется назвать тебя Василий Александрович. Хотя мы знаем друг друга уже, наверное, лет 40. Многие спортсмены и любители спорта, в общем-то, с почтением тебя относятся. Но я предлагаю все-таки перейти на «ты», потому что так проще. Да, лучше так проще. Так проще. И тем более, что я вспоминаю о том, что когда-то мы все называли тебя Василек. Да, было такое. Почему? Расскажи, пожалуйста. Не все знают... Почему меня звали Василек? Да, почему звали тебя Васильковым? Вот так ласково, ласково, Василек. Сереж, ну я откуда могу узнать? Ну, у меня отпал, что я, то есть, мой тренер называл меня Василек, Василек, Василек. Но я, наверное, был ученик, и из-за этого он меня ласково называл Василевым. Виктор Пищев. Ну, конечно. Заслуженный тренер Советского Союза. Ну, и как-то вот, ты знаешь, вот перешло, назвал он тебя Василек, и вот мы все называли тебя Васильком. Потому что, ну, ты, конечно, был постройнее, и усы, наверное, попышнее были. Молодец. Да, и ты обладал такой удивительной такой харизмой и энергетикой, что действительно парень, который в те времена для куйбышевского спорта был суперзвездой. И ты был вот один из первопроходцев. Были велосипедисты, были конькобежцы, и вот, наверное, потом пошло поколение боксеров, начиная с Евгения Юдина. Да. А ты продолжил? А ты продолжил. Да, так получилось. Потом, значит, у нас Олег Саидов и Саша Алексеев. И не забудем про Рахима Чехкиева. Мы его забываем? А ведь он выступал номинально в 2004 году за Самарскую губернию. Техозасчет давал. Параллельный зачет. Ну, неважно. Мы привыкли сейчас уже, что у нас грибцы из Москвы, из Магнитогорска дают зачеты параллельные. Мы об этом сегодня поговорим. Но я хотел бы, чтобы ты сразу рассказал тем, кто смотрит нашу передачу, собственно, а почему, собственно, бокс в твоей жизни стал приоритетом? Почему не футбол? Ведь все мальчишки у нас что любили с детства? Играть в футбол и, соответственно, дать сдачи любому хулигану. Я действительно сперва начал заниматься... Футболом? Да. Да. Я там тренер... Ну, надо было чем-то заниматься, потому что мы во дворах там в школе играли футбол. Вот. Я как бы записался, поиграл немножечко. И потом мои одноклассники, нам лет, наверное, по 11-12 было. Нам где-то так пошли, значит, они на зарю. Мне как бы стало интересно, я пошел с ними на зарю. Я как бы остался. Ну, тебе потом перед этим, наверное, начистили физиономию, поскольку, так сказать, проникся почему-то в бог. Нет, нет, нет. Мне это интересно было и царство небесное моему папе. Он как бы говорил, что он занимался немножко этим видом спорта. Вот. И, в общем, я пошел туда. И получилось так, что я как бы остался. Ребята там, с кем мы записывались, ушли. А я вот стал продолжать им это смысл. Ты знаешь, вот в твоей биографии, в твоей вообще жизни было много таких переломных моментов. Первый такой переломный момент – это на стадионе «Заря», в этом спортивном зале. Первые официальные свои пять боев в юношеском возрасте ты проиграл. Да, маленький еще был. Да. До слез было обидно? Ну, сейчас, знаешь, тяжело вспомнить. Ну, отец меня всегда ругал. Тренируюсь там, бом-бом-бом-бом. Я начал, знаешь, так как жил в этом, я бегал. Пальто одевал и бегал, значит, от поселка до Авроры. С Аврора по промышленности и, опять же, все в поселок. Ну и в футбол научился играть? Ну, в футбол я же до этого немножко занимался. Вот я как бы, ну, играл, бегал, что-то как бы понимал, видел. А дело в том, что мы когда, ну, по крайней мере, раньше, играли в баскетбол, в футбол, в теннис, в билет. Это тогда все мальчишки прошли все виды спорта, и кто-то останавливался на каком-то виде. Вот ты остановился на буксе. Когда ты понял, что как бы из этого что-то выйдет, толк? Вот когда первый раз там, ну, я не помню, сейчас советский район что-то выиграл, потом город, потом область, понимаешь? А мне еще Виктор Павлович в пище, по-моему, взял мне в лившу поставил. Вот. И мне как бы это не нравится, потому что мы все как бы на тренировке колотили, потому что она еще в одной стойке, она говорит, давай, давай, давай. Ну, как бы давай, давай, и она у меня и прошла, блин. Я так и остался. То есть, а фишка была твоя? Левосторонние боксеры, они всегда очень... Да, да. Необычные боксеры. И вот когда я выиграл по Волжье, потом поехали на первенство Советского Союза по юношам, вот, в Лафрунзе, и вот я как бы выиграл, там пять боев провел, и мне присвоили кандидат в мастера спорта. В 79-м году впервые в Куйбышеве узнали фамилию Шишов. Ну, я думаю, что наши... Потому что начали писать в газетах, газета было там сравнительно немного в те времена, в советские, начали и говорить по телевидению, и, в общем-то, фамилия Шишов зазвучала. Ну, а в 81-м году здесь уже по-настоящему что-то называется. Это выиграл тогда и чемпионат Европы, и Кубок мира. Да. Сразу. И с этого, собственно, пошло. Пошло, и вот, знаешь, вот скажу, от поколения, от старшего поколения любителей спорта, наших Куйбышевских, вот тогда единственное, ты, пожалуй, был, ну, кроме наших олимпийских чемпионов Московской Олимпиады, ты был, так сказать, тоже восходящей такой звездочкой. Кстати, на Московскую Олимпиаду ты, в принципе, не попадал. Да я маленький был, что ли. Маленький, еще в молодежность. То есть ты, в принципе, не рассматривался. После того, как ты уже стал уже одним из ведущих членов сборной команды СССР, в 84-м году из-за бойкота Олимпиады ты не поехал. Нет, нет. И хорошо. Потому что сделали, знаешь, в каком смысле, хорошо было, сделали дружбу, и вся команда поехала на Кубу. Вот, и никто у нас там не выиграл. То есть боксерские соревнования проходили в Гаване? Да, 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 да. С другой стороны, пролететь мимо Олимпиады, ты сейчас вот не больно как-то осознавать, что это был шанс выиграть Олимпиаду? Сереж, знаешь, как я считаю, что что-нибудь делать, все к лучшему. Наверное, так суждено было. Сверху, что хватит тебе. Вот, хотя я готовился. Ну, у меня, видишь, что, ахиллу сухожили. Ну, мы плавно переходим как раз вот еще к одному повороту в твоей судьбе боксерской. Ты попал в следующую Олимпийское четырехлетие. Да. А до Олимпиады в Сеуле, к сожалению, опять получился, пролетел мимо Олимпиады. С чем это связано было? Когда он попал в сборную, когда он попал в первую сборную, то есть оно очень много дало. Видать, это, наверное, знаете, как вот тренер Артем Александрович Царством Небесным, он как раз вот, наверное, наверное, вот, сделать мне то, что надо было сделать. То есть для меня это было интересно. Почему? Я объясню. Потому что это, как бы, скажем, была моя работа уже. Которая приносила деньги. Ну, я заработал, да. И деньги, наверное, неплохие. Ну, нормально. По тем временам. По тем временам, по тем временам. Да, по тем временам, все хватало. Второе или первое, может, это я выступал в городе, жил в городе Куйбышево, и меня как бы радовался я, когда я какую-то медаль завоел для Куйбышева, для меня это было хорошо. А предлагали уехать? Много раз. Куда? Ну, сейчас, куда, что говорить сейчас об этом? Я патриот в городе. То есть не состоявшийся москвич как минимум? Нет, нет, нет. Я говорю, вот я в городе Куйбышево, я здесь и останусь. Почему? Потому что у меня был пример Евгений Юдин. Преодолеть Евгений Юдин по спортивному показателю. Превзойти? Да. Хотя я был, уже мне, как бы, скажем, 20 лет, я получил заслуженный мастер спорта, потому что я выиграл Европу, Кубок Мира в Канаде. Вот мне прислали заслуженный мастер спорта, но мне надо было на мире. И в 82-м году я мертв проиграл. Я начал еще больше тренироваться. Тактики, технические, я все по-другому сделал. То есть начал больше. То есть ты перестроился. Перезагрузка произошла. Да, 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 да. Мне все надо по-другому было делать. Вот, и мне, как бы, слава богу, все пошло. И, как бы, вот. Ну, вот к 88-му году ты подошел уже. Один из самых титулованных боксеров 80-х годов. Я имею в виду российских, советских. Ты был капитаном сборной. Ты был самым, наверное, авторитетным боксером у нас в стране. И не только в стране, но, наверное, и в мире. И вдруг случилось вот неожиданное. Что случилось с твоим Ахиллом? Я не знаю, что. То есть я очень много тренировался. Я очень много бегал. Это перетренировка была? И Ахилл порвал? Да, надрыв был Ахилла. И я приехал в 88-м году, по-моему, Челябинск, если не ошибаюсь, на сборы. И я уже тренировался. Ну, меня там прихватило. И я тренировался, так скажем, сидя на табуретке. То есть я передвигаться не мог. И вот лапой бил Виктор Павлович Пичу. То есть надо бы как бы держать форму поддерживать. И туда мы приехали. Утром встал, и я прямо это самое. И понял, что... Нет, ничего не понял. Еще ничего не понял. Меня, значит, разрешили уехать в соревнования. Я приехал домой. А тут мне надо было как раз и заканчивать здесь институт. Вот, и тренировался. Ну, немножко тренировался. Вроде нормально. Приехал на сбор в Москву. Что самое интересное, мне поставили. Я не помню сейчас фамилию мальчика. Вот в парах. И я с ним прямо отбоксировал. Вот что-то во мне такое. Было. И на ногах все нормально было. А утром уже встать не мог. И меня прямо оттуда везли в ЦИТО. И на революции ноги. И так ты не попал на Олимпиаду в СИУ. Нет. Вот сейчас нет все-таки вот такой нищемет в Грузии, что... Нет. Нет, я говорю, чего не делать. Дважды, дважды и мимо Олимпиады. Ну, значит, так должно быть. И не хватает единственного титула в биографии. Самого высшего титула. Хотя все говорят, что ты просто заслужил бы титул Олимпийского чемпиона. Сейчас тяжело об этом говорить. Сейчас тяжело говорить. Потому что я на ней не дрался. А может, и все может быть. И у нас же бокс. Один удар решает все. Когда впечатляет, что он там есть. Стальки-то кратные. Там то, то, то. Ну, что-то не то. Нет звания Олимпийского чемпиона. Но это не значит, что он его не завоевал. Это вот те интриги, которые были. Когда бойкотировали Олимпиаду, вот он мог выиграть Олимпиаду. И не одну. Причем я даже в этом не сомневаюсь. Это был уникальный боксер. Это его почерк. Я по сей день своих учу его манере. Это уникальный человек. Это раз. Во-вторых, десятилетиями держать спортивную форму. Это тоже десятилетиями. И быть лучшим из лучших боксеров мира. Даже многие другие бокалы, как Вячеслав Яновский, который потом стал Олимпийским чемпионом, а до этого не мог Василий Саныч выиграть. Поэтому, вы знаете, когда Василий Саныч сошел с ринга, завершил, Яновский стал Олимпийским чемпионом. Это тоже многим говорит. Понимаете? Поэтому здесь это легендарный человек. Не только, я считаю, как в спорте, но и в жизни. Он человечный. Культура поведения очень на высоком уровне. И всегда о нем хочется говорить, как о человеке, который действительно... Мы равняемся на него. После Олимпиады в Сеуле, насколько вот я помню, тебя вывели из состава сборной. Да. И ты фактически остался без средств к существованию. Хотя был военнослужащий Советской Армии тогда еще. Звание было. Да, старший лейтенант. Старший лейтенант. Чем заняться? Я понимаю, ты встал перед выбором. А чем заняться дальше? Кроме бокса, ты, наверное, в этой жизни ничего не мог? Нет. Нет, на самом деле. Потому что спорта я любил очень, боксов. Это вот обычно для спортсменов, это очень тяжелый такой период, когда ты становишься никому не нужным в этой жизни. Я хочу сказать, Сережа, когда ты в армии был, я благодарен армии в чем? Вот достигаешь каких-то результатов. Квартиру получали, давали. А ты уже имел квартиру, да? Да, я уже две квартиры. Ну, я имею в виду, в одной двухкомнатной жил, потом, значит, мне дали трехкомнатную квартиру армейцев. Вот. А ну, потом получилось, как получилось. Я работал на СК-тренером, ребятишка. Ну, у меня не сложились отношения с начальником. И, как бы, моя часть, как бы, скажем, была в Ульяновске в лет. То есть, он по месту службы отправлял меня жить и работать в Ульяновске. Ну, зачем? Я взял, уволился с армии, и все. И остался у разбитого корыта? Ну, моменты были такие, да. Денег нет, ничего нет, перспективы никакой. Из армии уволился. Я пошел работать. В резерв. Вот у меня там старые товарищи работали, мы с ним поговорили. И я скажу туда, пошел. Ты знаешь, вот не все наши, те, кто смотрит передачу, наши телезрители, знают, что такое остаться в то время без работы, в общем-то. Ну, наверное, и сейчас тоже, это, наверное, тяжеловато. И не знают, что такое резерв. Это кооператив «Резерв», один из первых кооперативов, который выпускал резиновые изделия для автомобилей. Сальники. Сальники. Сальники для автомобилей и Жигули. И вот представим себе, ребята, ситуацию. Заслуженный мастер спорта, чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, стоит у станка и штампует сальники для автомобилей и Жигули. Сереж, я как бы на это спокойно. Я думаю, ползавода, вот сбегал, посмотреть на Шишова. Не, а мы там все спортсмены были. Там мы все спортсмены были. То есть бригада была спортсменов. Делосипедисты, борцы, боксеры. То есть все неустроенные в жизни, все в кооператив «Резерв» подошли. Раньше начали там, они как бы меня туда ездили. И ты по рабочему гудку как простой советский гражданин с утра вставал в 6 утра и пилил на работу. На сутки? На сутки. Я работал, ничего страшного. А как же по-другому все равно. У нас там спортивная команда своя была. План перевыполняли? Выполняли. Выполняли, все как полагается. Жигули ездили. Насколько материально это подспорье было для жизни? Это, я тебе скажу, подспорье было в то время. В то время было. Хорошая у меня. Ну, грубо скажем, там инженер получал. 120? Ну нет, наверное, они побольше получали. Ну, 160, наверное, ведущий инженер. Начальник конструкторского бюро, наверное, рублей 180, может быть. Ну, пускай будет так. Пускай будет так. Ну, я вот, по крайней мере, там получалось 600 рублей. Ну, наверное, ты получал столько, сколько футболист тогдашний, крыльев совет. Представитель, крыльев совет. Или профессор. Нет, другие. Или профессор. Для сравнения просто, я думаю, что вот сейчас ты доцент, ну, когда-нибудь станешь профессором. Профессорская зарплата, то есть ты не дотягиваешь до профессорской зарплаты. А как по-другому, Сереж? Как по-другому? Как по-другому? Никак. То есть надо семья, дети. Надо же кормить. Когда ты решил, что пора возвращаться в бокс на новом уровне уже, как организатор своего турнира? Ну, мы, наверное, когда был Саша Белышев, это был, какой же год-то? 91-й. 91-й год, и мы решили попробовать его еще, по-моему, на заре. В случае чего, тренера собрались и говорят, давайте попробуем, вроде, я там. Ну, позвонили мне, согласились с нами, мы хотим турнир. Мы попробовали. Потом мы поехали на столетие бокса. Мы поехали на столетие бокса посмотреть, что там, открыть, может, что-нибудь новенькое к нам это самое. Оказалось, что вот ребята, кто у нас было в Самаре, говорят, открыть у вас намного лучше. Ну, если ты помнишь, мы финал проводили сюда в Ледовом дворце. Вот. И как бы с этого момента пошло на зло. Ну, турнир прижился на призы Василия Шишова, самого заслуженного у нас боксера. У нас обычно проводят соревнования как в памяти, а это живой человек, живая легенда самарского и российского советского бокса. И вот, пожалуйста, все пошло. Вот в какой-то определенный момент этот турнир на твои призы, он достиг международного уровня. Я помню, когда приезжали китайцы, да, и сильные боксеры, так сказать, с других стран, и страны СНГ. Недавно уже прошел 24-й по счету. В следующем году будет юбилейный, я так понимаю. Да, должен быть. Должен быть. Что он показал? Насколько мы двигаемся вперед, не теряем, так сказать, знамя самарского бокса. Есть ли у нас новые перспективные и талантливые ребята, которые могут повторить путь Шишова, Юдина, Шишова, Саитова, Алексеева, Чехкиева? Ну, что делать сейчас? У нас на чемпионат России попало три человека. Это Вася Веткин, который в том году стал чемпионом России. Значит, Аббасов, Стольятти и Пердамов. То есть три человека у нас попало на России, которые будут проходить в Оренбурге. Насколько шансы весомые у наших ребят там в Оренбурге? Сереж, это бокс, блин, понимаешь? Я не люблю загадывать. Оно такая вещь. То есть, вот, был, он есть, как бы, самый, такой боксер Хусаинов. Выиграл бой, все, мы уже все, 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 один удар и все. Бокс такая вещь. Вот, поеду туда, поболею за ребят наших. Наверное, титульнее и представительнее, и по временному показателю такого временного периода нет турнира, который отражал бы сегодня развитие бокса в Самарской области. 24 года, это четверть века практически. Пока есть этот человек, этот турнир, развитие спорта, бокса неизбежно. За этот период времени мы смогли создать современнейшую инфраструктуру, отдать все в руки федерации. И сейчас федерация не испытывает проблем ни с площадками, ни с инфраструктурой. И мы двигаемся в этом направлении, и у нас очень хорошая динамика. Я желаю удачи Василию Санчу, успехов и дальше, дальнейшего продвижения бокса в регионе. Санчу, успехов и дальше. За домом молодежи. Вот два ринга, вы видите. Мы не случайно сегодня здесь находимся с Василием Александровичем. Почему? Потому что скоро здесь будет открытие, и здесь будут тренироваться наши ведущие боксеры Самарской губернии. Кстати, между прочим, не так уж и много точек у нас в волосном центре, где тренируются ребята. Все тренировались у нас, знаешь, как я скажу, то в подвальных помещениях, то в каких-то... Все это не то. Надо вот... Построился фок. Я считаю, мне кажется, по крайней мере, приоритет надо давать олимпийским спортом. Дали нам зал. Вот это вот. Оборудовали. Хотя с этого зала уже стал мальчик мастером спорта. Вот ему все условия. Готовься теперь. И всех тренеров сейчас надо как бы вытаскивать с подвалов. Ну, как бы, да, 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 да. Чтобы они тренировались в нормальных залах. Вот я вспоминаю, в мехзаводе у тебя был тоже свой клуб. Именевое пронесло, да, 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 да. Вот уже в подвале, что-то или полуподвальное помещение, что-то такое. Ну, я тебе скажу, раньше все другое было. Потому что такая команда была. Там Геннадий Самарин, он вообще такой больной. Ну, любит бокс. Там команда такая, знаешь, там спартаковские условия. И люди дисциплинированы. И у нас пошли сразу результаты. Результаты пошли. Потому что я начал навозить по сборам. Туда, туда. Кстати, между прочим, я вспоминаю времена тогда. Нас восхищало вообще капитана сборной Советского Союза Василий Шишов. 50 раз на турничке. Да, я видел уникальные кадры, когда ты подтягивался. 50 раз на турничке. Была моя работа, была моя ответственность. А мог, наверное, и больше, да? Мог и больше, наверное. Ну, больше я не могу сказать. Но когда я спрыгал, у меня руки болели. Надо подтягивать. Надо развивать спорт. У нас Самара. Ты понимаешь, что Советский Союз был когда у нас? Мы в Советском Союзе, по-моему, город-клуб занимал третье место. После Москвы, Ленинграда, может быть, точно Москвы. И мы третьи были. Ну, в пятерке это точно были. В тройке были. В тройке были. В тройке. Потому что такой спорт у нас все было. Сегодняшние условия, они вот стимулирование, я имею в виду, они отличаются от вашего времени? Нет. Ты имеешь в виду, когда там, в верхах? Я имею в виду, когда люди уже достигают определенного уровня, да? И чтобы идти дальше, насколько сейчас, как бы, мы сможем обеспечить вот этих восходящих там ребят, так сказать, новыми условиями, чтобы они не теряли, чтобы не пропадали, чтобы не искали, как заработать кусок хлеба. Вот создание, вот, центра олимпийской подготовки, Самарской области, но, где мы находимся, это поможет спортсменам расти дальше? Конечно, поможет. Конечно, поможет. Конечно. Ну, ты придешь в этот зал, в подвал какой-то, ну, образно говоря, не обижай никакого, когда там пол пошарпан, или как его назвать по-другому, или ты пришел, вот. Все зависит, слушай, от спортсмена своего. Есть желание у него? Он, ну, опять же, сейчас у нас немножко время другое, время другое. У меня, так говорю, у меня был патриотизм, я любил свой город, и вот, когда я приезжал... А деньги и квартиры пришли потом уже, понимаешь? Когда ты достиг уже результата? Конечно, 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 мне было интересно, понимаешь, и я когда приезжал, мне нравилось, что город Куйбыш меня встречал, то есть, как бы, радовался за меня, и я за него радовался, потому что, зачем мне какой-то другой город есть, у меня есть свой город Куйбыш. Официально признан женский бокс, вот, у нас была Наталья Смирнова такая, вот, которая пыталась боксировать в профессиональном боксе, и вот сейчас на турнире на твои призы мы увидели и девушек, которые выступали в... впечатление твое о женском боксе в Самаре. Хочу сказать, что какие-нибудь злые, когда-нибудь дерутся, это страшно, попадешься под молотки сразу, они вот у них столько силы, вот, столько напор, даже можно сказать, что ребята позавидовали, как-то они работают, да, до конца, от начала до конца, не может бьют. А вот скажи, пожалуйста, а где вот столько тренеров найдете, ведь сейчас старшее поколение уходит, возраст есть возраст, уже некуда деваться, а есть ли у нас такие талантливые ребята, тренеры, которым можно доверить подготовку высококлассных спортсменов? Ну, у нас вот, например, Юрий Хорошев, который с Васей ездит, Веткин, он чемпион России нет, с Крассболом, вот. Потом у нас Витя Ланцов есть, у нас есть тренера, у нас молодые тренера есть, вот. Им толчок надо дать. Вот твоя задача, как президента федерации, платить больше? Ну, как я платить больше? У федерации нет на это средств? Люди, наверное, которые тренера будут есть и достигать, что-то будем как примеровать. Мы как-то привыкли вот в последние годы говорить о школах. Школы бокса в Тольятти, Самарская школа, вот сейчас в последнее время прогрессируют школы в Безинчугеринг. Есть ли у нас, как бы, сохраняются ли традиции в этих школах Самарского бокса или Бубернского бокса? Победные традиции. Оно, знаешь, как бывает, где-то побьем, где-то спад. Вот я ездил на соревнования, ездил, смотрю, просто влево рукой ни то не работает. Сразу, там, дистанция большая, справа кинет. Ну, как бы, все по-другому немножко. Наверное, сейчас, если возобновить, вот, возобновить, если, когда Артем Иванович Навров был, как раз Анбок сейчас под такое идет. Вот эти программы не дышут. Второй, третий раунд задыхают. Вот уделяешься. Вот сейчас буквально гремит на всю область, вот, сельская боксерская школа, ринг в Безвинчуге. Там умеют работать лучше, чем городские коллеги. Ну, то, что Андрей Анатольевич Маменков, он, конечно, он живет этим, он, молодец, он живет. Вот если каждый тренер будет жить боксом, ну, опять же, тяжело всем сказать, там, ну, по зарплате что-то, тогда будет все нормально. Есть у нас еще такие, вот, как бы, ребята с горящими глазами, которые хотят, вот, воспитать, вот, новых звезд в боксе. Тренера есть. Нового чешоуру. Дай Бог, выше пускай будут. Пускай, там у нас есть двукратный олимпийский чемпион, бронзовый призер, олимпийский, это Олег Сайдов. Пускай обе, это традиция, да должно быть. Ну, давай поговорим еще о профессиональном боксе. Он как-то развивается у нас параллельно федерации бокса Самарской, я так понимаю. Мне так кажется. Слушай, я, это, профессиональный бокс. Ты не касаешься профессионального бокса никак? Нет, ну, как бы, я не касаюсь его. Но как ты относишься к тому, что вот у нас ребята еще не завоевали, еще не стали ни чемпионами России, ни чемпионами, может быть, даже области, а уходит профессиональный бокс. И вот слышишь, там ребята выступают где-то по версии, здесь по версии чемпион. Может, может, такое быть. Пошел. Любительский, профессиональный, у нас сильно же отличается. В любительский у него что-то не пошел. Пошел, например, профессиональный, там подготовка вся другая, там все по-другому. Там, по-моему, по 4 раунда, потом 5, и пошло, пошло, пошло. Ну, в любительском боксе сейчас тоже идет притрубация, то одни перчатки, то 3 раунда, то 4 раунда. Тоже меняются правила. Выголы России, например, как в советское время. Выголы Советское время, ты знаешь, что ты едешь туда, там, на Европу или на мир едешь. Сейчас выголы России, чтобы попасть на мир, там какие-то турниры надо. Ну, зачем они? Ну, маю лично мне, они не нужны. И тоже делаешь там по 5 раундов, без май, как профессионалы, понимаешь? Это вредит любительскому спорту? Нет, я считаю, что, наверное, маю, да. Вредит? Да. То есть лучше консервативно? Есть команда. Спорт должен быть, бокс должен быть консервативный, любительский бокс. Да, отобрался сбор России, там, 10. Да, и прозрачный выход на соревнования. Да, прозрачный выход. Сейчас, видите, Европа, она не дает, там, чтобы Европа выиграла, там, на Олимпиаду попал. Вот поэтому Василий Веткин-то, и, в общем-то, и пострадал, что не набрал рейтинговых очков и не получил олимпийскую лицензию. Получит. Получит. Это хорошо, что ты убежден в этом. Наш, опять же, Рахим Чехтеев, который в 2004 году стал олимпийским чемпионом, сейчас в бою профессионалов встретятся с Максимом Власовым. Тоже, как бы, воспитанником нашего самарского бокса. Скажи, пожалуйста, вот насколько, я думаю, что боксом это будет и начинающим, тоже знать твое мнение, Чехтеев, олимпийский чемпион, получил тяжелый нокаут и продолжает профессиональную карьеру. Насколько это опасно для здоровья? Бокс, он не самый травматичный в этом спорте. Не самый? Нет. Он в предпоследнем месте где-то. Давай возьмем футбол, хоккей, гимнастику, акробатику, и по моторгонке, там еще какие-то. Там, уж, боксер, бокс на предпоследнем. Просто была передача про Мухаммед Али, там, болезнь Паркинсона, там, оно не от бокса. Оно не от бокса. Ученые доказали, вот после, как его показывали, Мухаммед Али, что человек, когда не занимался вообще никаким видом спорта, у него есть болезнь Паркинсона. Потому что, может, в дальнем, в дальнем, в дальнем роду, у кого-то когда-то болел, и вот именно на нем сошлось. Ну, все-таки надо сказать, что прежде, чем заниматься боксом, нужно, конечно, обязательно обследоваться. Ну, оказывается, чтобы записаться, все это идет обследование, все это идет обследование. И ты проверялся. И, кстати, у тебя травм не было за твою спортивную карьеру. Я вот кроме Ахилла и не помню. Ну, там, в 82-м году. Рассечение было? Рассечение было. Ну, это обычное дело, рассечение было. В Америку ехал, в матч с Рашемейкой, головой дали, у меня губаш отлетел, я ее держал там. Это мужчина без шрама, это не мужчина. А никто не продолжит твою боксерскую династию? Сейчас как тяжело, у меня сейчас Васька внук. А, вот так? Да, да, да. Он... Василий Александрович тоже? Василий Александрович, да. Сколько ему? Восемь. Восемь лет? Восемь лет. Мы... Уже можно заниматься боксом? Ну, лучше не заниматься. Мы... Ну, Саша вводит его носка в дюдок паршку Илья Викторовича. Там они бегают, прыгают. Общая физическая подготовка. Ему нравится. И он такой худенький, вот там есть канат, он туда пять раз, я обратно пять раз залазил. Я думаю, сейчас на тренировке устанет, а он еще больше. Я с тебя пошел внук. Ну, я уж не знаю. У меня нет. Но он такой зацепленирован, Васька. Ну, то есть, вся надежда сейчас на него, да? Семейная наша надежда. Вот. Я ему говорю, ты будешь боксом заниматься? Да. Ну, знаешь, как они дети? Вот если идет у него, пускай тренируется. Если не захочет, захочет в бокс, то есть его право. Ну, ему нравится. А вообще, вот скольки лет ты бы отдал своего ребенка в бокс? Когда? В самом нормальном, это одиннадцать. В одиннадцать? В одиннадцать. Ну, это по современным меркам уже перерост. Не-не-не. Ну, сейчас у нас просто время такое. Тут надо сейчас тренером набирать, чтобы зарплату получить. Школа, раньше как была, вот мы потренировались. Пришли, школа бокса. Тебя учат в школу стоечку, шажки, передвижения. Постепенно. Конечно. Потом перчатки. А сейчас как? Чтобы тренер завоевал и давал какие-то результаты, сразу в бой. Форсаж идет. Да. Форсаж в обучении. Тренеру тоже надо получить как бы зарплату. Что бы ты посоветовал вот родителям, вот те, кто хочет видеть своего ребенка здоровым? То есть сразу отдавать в боксерскую секцию или вот сейчас очень модно стало восточное единоборство. Как ты к этому относишься? Не хотя обидеть этих людей, я говорю, это не наш вид спорта. Грубо скажем, вот помнишь, когда первый фильм пошли там Чак Моро, Брюс Ли. Да, да. Все пошли как будто в это, как будто, да. Нравится. Ну, пускай занимаются чем где-то бродить. Ну, бокс, это, знаешь, как говорится, это искусство. Это искусство. Когда я говорю, это травматично. Нет. Ну, я Васю сказал, ну, как бы не я, был старшему деду, плавание хорошо, детишек, ну. То есть сначала человек, маленький человек, должен мышцы, что-то называется, нарастить, да? Да. Укрепиться просто физически хотя бы, а потом уже заниматься этими, так сказать, нормальным спортом. Я тебе скажу, мы когда росли, мама уйдет с папой на работу, мы на улицу, ну, я на школу сходишь, что, футбол, рыбалка, футбол, рыбалка. Вот оно и пошло, а сейчас молодежь, как бы, вот с этим компьютером. Вот ты, Вася, часто покажешь свои медали? Рассказываешь, вообще, что происходило, за что? Медали у меня сейчас, по-моему, они у вам лежат, я даже к нему, решать, не прикасаюсь, но был момент, у меня есть диск, когда вот старое поколение, там, когда вот Юдин боксировал, Соломик, Григорьев там, поставил, и я загляделся на этих, на этих боксеров, они были физически, видать, довоенные, очень сильные. Крепкие, мужики, мужики. Очень крепкие, физические были, ну и перчатки другие били, они били в любую часть тела, люди падали, просто это и есть. И им, как бы, раз, это самое, Вася смотри, дед, а это ты. А я сам сидит, не жалко, ну и такой, я говорю, Васьки, я говорю, ну так вот. Скоро чемпионат мира по футболу будет, я думаю, ты будешь, так сказать, среди, обязательно среди болельщиков, мы увидим тебя на стадионе, это естественно, наверное. Ну ты понимаешь, что мы будем показывать нашим гостям чемпионата мира? У нас нет музея спорта областного, у нас нет музея бокса. Не, музей бокса городской, где ты можешь показать свои медали, и где стенд, который будет рассказывать о твоих, так сказать, спортивных подвигах. Я думаю, что, наверное, это вот в центре олимпийской подготовки, вот здесь, наверное, где-то это все должно быть. И, наверное, даже вот, может быть, даже в этом зале, чтобы люди знали, просто видели, я предлагаю, чтобы подвести итог, нашему разговору, сделать первый экспонат вот в такой будущий музей бокса, здесь в спорткомплексе молодежный. Вот у меня рояль в кустах, и давай мы первый экспонат, первый экспонат, повесим здесь, да, в этом новом, прекрасном спортивном зале, афиша 24-го всероссийского турнира по боксу класса А, на призы заслуженного мастера спорта СССР, Василия Шишова. Я думаю, что вот автограф как раз украсит здесь вот этот кладок. Ну вот, уважаемые друзья, на следующий год состоится юбилейный 25-й всероссийский турнир на призы Василия Шишова, и мы надеемся, что Василий Александрович проведет его, как всегда, на высочайшем уровне, и, конечно же, мы надеемся, что среди победителей этого турнира будут восходящие звезды российского бокса, и, наверное, мирового. Будем надеяться, будем надеяться. Спасибо, Василий Александрович, за сегодняшний разговор. Я желаю вам воспитать новых, желательно, олимпийских чемпионов в нашей Самарской губернии как президент федерации. Ну и, конечно же, я хочу, чтобы вы стали, как и в боксе, настоящим профессором. Спасибо вам за разговор. Это был гость нашей сегодняшней программы заслуженный мастер спорта по боксу Василий Шишов. Мы прощаемся с вами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok